Всем в тренде! Сегодня у нас будет очередной полный разбор творчества одного из самых топовых исполнителей в нынешней хип-хоп индустрии. Да, это Макс Корж. И я понимаю, что для кого-то он может быть одним из лучших, а кто-то его музыку вообще не воспринимает и даже хейтит. Но давайте сегодня пройдемся по всем пунктам разбора, в котором мы трезво рассмотрим все его творчество. И в конце подведем итог, реально ли он заслуживает такой большой аудитории. И действительно ли его можно считать одним из лучших на данный момент хип-хоп исполнителей. А также узнаем, почему каждый клип Макса это отдельный мини-фильм со своими героями и продуманным сценарием. В чем его секрет успеха и почему ему удается собирать так много людей на своих концертах. Ребят, кстати, напишите в комментариях, кто из вас недавно смотрел вписку с Гонфладом и кто вообще любит формат интервью со звездами. Просто я вам хочу сегодня порекомендовать классные каналы про рэперов, ведь вы меня часто спрашиваете, где я узнаю интересные новости и так далее. Так вот, вписка и дуть, я думаю, всем знакомы, но зато мало кто знает про Биг Бэк Шоу. Здесь есть абсолютно все, например, странная локация для интервью, это огромный рюкзак. Да, вам не послышалось. Ребята рассказывают про американские сленг рэперов, что он означает и какие есть новые слова. Для молодых исполнителей это будет особо полезно. А также в новом интервью, где гостем был Смоки Мо, они разбили его студию. Сейчас мы переместились в квартиру с Смоки Мо, где он писал свои первые треки. Какое место? Да! Короче, это очень угарное и интересное шоу. Я вам рекомендую подписаться на их канал, ведь в следующих выпусках будет очень много классных гостей. И смотри ролик до конца, ведь в конце выпуска я вам расскажу про конкурс на iPhone XS и Apple Watch. Кстати, ссылку на канал я оставил в описании. Давайте начнем, наверное, с клипов и самих песен. Все творчество Макса основано на обычных ситуациях, которые происходят в жизни каждого человека. Это любовь, измены, выпускной, выбор профессии, тусовки, семейная жизнь и так далее. Именно это и цепляет широкую публику, так как многие люди могут найти себя в песнях Коржа. И не важно, сколько тебе лет. Один из таких треков, о котором хотелось бы сегодня поговорить, это «Горы по колено». Давайте попробуем разобраться, о чем же клип и есть ли там какой-то смысл. В самом начале нам показывают кадр, в котором мы видим беременную девушку и ее парня. И по лицу сразу видно, что главный герой вроде бы счастлив, а вроде бы и осознает, что на этом все. Беззаботная жизнь закончена, о чем, в принципе, и поется в самом начале. Кстати, интересный факт. Главный персонаж этого клипа является оператором Коржа, который снимал многие его концерты, в том числе и этот клип. Но вернемся к сюжету. Главный герой принимает решение в последний раз оторваться с друзьями, уехав в горы, чтобы покататься на сноуборде. Мол, почувствовать в последний раз свободу и беззаботную жизнь. Далее я вам объясню, почему на самом деле это далеко не так, свобода на этом не закончилась и в чем же смысл. Но вернемся к клипу. Нам показывают кадры, где главный герой счастлив, он отдыхает, он вместе со своими друзьями и чувствует себя абсолютно отстраненным от всех обыденных проблем, которые наступают в нашей жизни. Далее нам показывают момент, где главному герою приходит фотография новорожденного ребенка от его девушки. И вот взгляните на его эмоции. У него нет радости, он в панике и до сих пор не осознает, что стал отцом. Но Макс как бы говорит, не переживай, все хорошо, что ты не успел сделать в своей жизни, ты еще наверстаешь. И следом нам показывают уже следующий кадр, где ребята уже начинают собираться домой, но вдруг понимают, что главного героя нет. Он куда-то сбежал, ему не хватило этой пары свободных дней и он не хочет возвращаться в обычную рутинную жизнь. Ребята начинают искать этого главного героя и в конце все же находят его потерянным и разбитым. Ну и кульминация, где Макс говорит ему, давай дружище, вставай. Так какой же посыл этого видео? Макс хотел нам показать, что часто люди пытаются сбежать от своих проблем. Они боятся ответственности и думают, что больше никогда не обретут свободу. Но на самом деле горы по колено, как поется в песне, если держишь шаг и никогда не существует никаких потерь. Если ты что-то теряешь, то приобретаешь что-то новое. В нашем же случае парень обрел семью и это очень важный аспект в нашей жизни. Он по-прежнему свободный и по-прежнему может сделать жизнь беззаботной, просто уже немного в другом направлении. И вот именно этими цепляет Макс и его песни. Каждый трек это некая мотивация и советы. И везде в своих клипах он играет роль человека со стороны, который направляет тебя на правильные действия. Вообще у Макса в некоторых клипах есть некая маленькая киновселенная. Например, в клипе «Малиновый закат» мы можем встретить героев из клипа «Малый повзрослел». А в клипе «Оптимист» тот самый ноутбук с проектами из клипа «Малиновый закат» и так далее. Сценарии, конечно, не переплетаются друг с другом, но некоторых знакомых героев мы можем увидеть. Я уже делал разбор клипа «Малиновый закат» в одном из своих роликов про клипы с сюжетом «Как в кино». Но хотелось бы вспомнить и в этом ролике данный клип, даже мини-фильм. И понять в чем же мораль и в чем суть этой композиции, так как до этого я об этом не сказал. Если ласкают живот, порождаем мечты, но фон горящих окон себя открыл мне ты. Здесь на первый взгляд все просто и понятно. По сюжету клипа главный герой олицетворяет некого плохого парня, который имеет проблемы с законом или бандитами и который пытается залечь на дно. Приезжая в какую-то квартиру, в которой уже давно никого не было. Но на лестничной клетке он встречает девушку из соседней квартиры, которая влюбляется в героя с первого взгляда. Но он не хочет ее подпускать себе, так как понимает, что сейчас не совсем подходящее для этого время, да и не до этого главному герою в данный момент. Но в итоге все же бандиты находят жилье Макса, он это замечает и принимает решение пойти на вечеринку, которую и устроила та самая девушка, чтобы слиться с толпой. Используя ее наивность и влюбленность, ему удается скрыться и сбежать от бандитов вместе с ней. И конец истории в том, что ей-то кажется, будто бы вот оно. Он ее выбрал и они будут всегда вместе. Наступил момент для поцелуя и Макс просто открывает дверь и отправляет ее в магазин за кофе, а сам уезжает. И вы спросите, в чем же мораль данного клипа и песни? А мораль в том, что не стоит быть наивным и влюбчивым. Сначала нужно узнать человека, ведь тебя могут просто использовать, а затем бросить. Как это было с главной героиней? Да, здесь был показан не примитивный пример, мол, попользовался и бросил, а сюжетный и очень интересный ход. Поэтому не будьте наивными и не ведитесь сразу на внешность, так как часто это заканчивается именно тем, что в итоге вами и воспользуется. И вот кажется, будто бы вот такие простые темы Макс использует в своем творчестве. Например, наивность или глупость или страх, как это было в предыдущем клипе. Но как он классно это обыгрывает. Клип полностью раскрывает каждую песню, каждый посыл и каждую строчку. Именно за это все и полюбили творчество данного исполнителя. Это касается каждого и каждый с этим сталкивался. И давайте обсудим самую эпичную, самую невероятно смысловую работу Макса. Это его новый клип «Шантаж». Я знаю, что многие из вас наверняка уже видели разбор этого клипа. Но мне тоже хочется с вами обсудить эту работу. Ведь она не то, что продумана до мелочи, она просто шедевральна. Да, что говорить, многие фильмы не имеют такой глубины, как этот фильм. Дымится на столе шантаж. Какие вот на столе шантаж. Я люблю. Здесь главным посылом является то, что счастье не в деньгах, так и в клипе «Пламенный свет». Но об этом позже. О чем, собственно, шантаж. Главный герой здесь – это успешный отец и муж, который имеет семью и, в принципе, живет в достатке и без забот. Но у него есть грех – это блуд. Он изменяет жене и делал это, судя по клипу, не один раз. В итоге об одном из его случаев узнают и пытаются шантажировать. Мол, давай нам гони некую сумму денег, а мы эти фотографии не покажем жене. И что делает главный герой? Он отдает эти деньги, так как дорожит семьей. И это важно. То же самое происходит и с женой. Она также изменяла, ей присылают фото на телефон и шантажируют тем же. Жена также не рассказывает это своему мужу, так как все же дорожит семьей и отдает в итоге деньги. И тут мы узнаем, что это была спланированная афера от молодой пары. Они специально подстроили измены, чтобы затем шантажировать эту семью. И в конце клипа нам показывают, как главные герои встречают на улице эту пару и осознают свои ошибки, что из-за них они могли лишиться самого главного – это семьи. А та пара аферистов, которая заработала в итоге таким способом деньги, остались несчастны. Это подтверждают эти кадры, на которых мы видим, что, скорее всего, все это бабло забрал как раз-таки парень, а девушка просто ушла от него. И это если коротко пройтись по сюжету. В самом же клипе есть уйму мелких деталей, узнать которые вы можете из ролика на канале Сыр и Бор. Ссылку я оставлю в описании. Там вы узнаете, что сам Корш и его друзья играли роль совести, а кинотеатр, который смотрел этот якобы клип, на самом деле мнение общественности на поступки, которые совершали главные герои. В «Пламенном свете» тоже посыл о том, что деньги не играют важную роль, и стоит ценить самые важные моменты в своей жизни, а также ценить друзей. Ведь все мы рано или поздно повзрослеем и будем гоняться лишь за деньгами. А пока ты молодой, просто старайся наслаждаться жизнью. Деньги замотали все. Деньги заменили в воздух. В клипе «Оптимист» на Макс показывают, что живя даже в маленьком населенном пункте, имея всего лишь ноутбук, ты можешь раскачать весь город. Главное это верить в себя и быть оптимистом по жизни. Кстати, в клипе «Оптимист» он, возможно, хотел показать нам свою биографию, как простой парень стал большим артистом, имея всего лишь один ноутбук. И это мотивирует, это учит поступать правильно, это учит человечности. И так каждый клип, вы можете пересмотреть все клипы Коржаев, каждому видеть какой-то посыл, каких-то главных героев и, конечно же, какой-то интересный сценарий. И это очень круто, таких исполнителей мало. А самое главное, что его музыка – это чисто его стиль. Он не пытается хайпить за счет брендов и модной одежды, не пытается хайпить за счет модных фишек из запада, да и вообще за счет какого-либо творчества. Его музыка о простом, о русском, но и в то же время о сложном. А самое главное, что это все слушабельно, так как зачастую мы можем встретить что-то одно. Или песни со смыслом, но их невозможно слушать на постоянку. Или песни без какого-либо смысла, но они будут играть везде и многим нравится. Мак же объединил в себе все. Это простота, слушабельность и смысловая нагрузка. Именно из-за этого он имеет такую большую аудиторию и популярность. И такую музыку в странах СНГ нужно ценить, ведь это именно наш продукт. Не копирка запада, не производная от запада, а чисто русский хип-хоп. Без луи, без гучи, без модных слов и трэп-битов. Это поистине тру артисты, он заслуживает своей популярности. Ну и как я вам и обещал, конкурс. Ребята из Биг Бэк Шоу разыгрывают среди своих подписчиков новенький iPhone XS и Apple Watch. Для участия нужно всего лишь подписаться на их YouTube канал, поставить лайк под видео и написать комментарий. Да даже и без конкурса я рекомендую вам подписаться, ведь это реально хороший и интересный контент. Ну а на этом все. Надеюсь вам понравилось данное видео. И если вы хотите больше таких разборов, то пишите в комментариях, на какого исполнителя мне сделать следующее видео. И не забывай, что у нас есть Instagram в Trendy TV, где ты найдешь еще больше интересных новостей из хип-хоп индустрии, а также обновишь свой плейлист с треками дня. И не забудь подписаться на канал, чтобы оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube.